Развод, в принципе, это как бы абсолютное зло и развод это всегда горе большое для семьи, в которой он происходит. И оправдания разводу, в принципе, если христианских к этому подходить, нет никаких. Единственное оправдание, как говорил Христос, это жестокость людей по отношению к друг другу, когда вот они настолько ожесточены, что вот та любовь, которая между ними была, она оказывается недостаточной, чтобы преодолеть жестокость, которая между ними возникла. Она может быть смягчена какими-то юридическими обстоятельствами, какой-то интеллигентностью, у каждого по-разному этот развод может проходить, но в любом случае это всегда некое горе, это распад семьи. В случае Путина это плохо еще и тем, что это все-таки пример для всей страны, это все-таки первое лицо государства, и он не должен разводиться только по каким-то политическим мотивам. Тем не менее, вот, ну, видимо, ситуация такова, что вот одна, видимо, из сторон или две стороны понимают, что они живут другой жизнью. По сути дела, они констатировали факт того, что, значит, семьи не существует. Она действительно распалась. Ну, она распалась по многим причинам. Во-первых, дети стали взрослые. То есть уже это важный момент. Семья все-таки жива до тех пор, пока она растит детей. Дети стали взрослые, уже определенный, как бы, распад семьи здесь уже в этом есть. Вот. Ну, и работа, график работы президента, который, так сказать, сегодня там в Гондурасе, завтра в Китае и так далее, и который семью видит раз в месяц, его тяжело выдержать и ему, и, собственно, жене. Они там не видятся, вот они это сделали. Насколько я знаю, они не были венчаны. То есть с точки зрения христианства и претензий со стороны вот этой, да, что вот он не по-христиански Путин поступил, тут быть не может. То есть в данном случае это был юридический благ, который, как бы, юридически завершился. Завершился он корректно, по крайней мере, без каких-то там серьезных скандалов, что уже хорошо. Вот. Ну, остается только, так сказать, несколько огорчиться, но какой-то большой трагедии в этом, конечно, нет. Спасибо. Спасибо.